Одна мишень где-то вот здесь Ты серьёзно была всё это время здесь? И всем привет, дорогие подписчики канала Амбрала Тэйченко. Борис, что-то у меня камера так повернута. На связи с вами ваш Альберт Вескер. Это Том Рейдер, Том Рейдер, Райсов Том Рейдер, она же Ларк Рот, она же восстанет, скринется гробницей. В связи от того, в каком контексте вы используете слово Райс. И не удивляйтесь, что мы сейчас у Бабы Яги. Да-да-да-да-да-да. Надь, как у тебя тут дела? Мы сегодня дозабираем всё наше имущество, которое здесь везде валяется. Дополнительно мы с вами, так уж, по иронии судьбы и с лёгким паром, забираем вот эти два последних сообщения от Бабы Яги. Одно из которых мы точно знаем, где находится. Так, Лара, можно, пожалуйста? А, точно. Это же открывается с другой стороны. Я просто сейчас вспоминаю, где тут что находится. Всё. Так. Там же мы сюда сколько не заходили-то, вспомните, а? Помните, сколько не заходили сюда? Молодцы, я тоже помню. Открай мне что-то. А, стоп, а что я сюда? Там же лестница наверх. Стоп, что-то, стоп, что-то. О! Ну, это винтовочные. А, это леч... А, там лечилки нет уже. Давай, лезь наверх. Вот. Кстати, я посмотрел гайды и посмотрел парочку карт. Они у меня сейчас по телефону отдельно открыты. В общем, я более или менее разобрался, что надо делать нам с вами с мишенями. Я нашёл их оставшиеся. Я их ещё не стрелял. И... Что делать с этими платформами? В общем, там нужен не просто прыжок, а прыжок... Что-то вроде прыжка вверх или что-то вроде. Ну, чтобы Лара прыгнула головой вниз, нырок сделала. Проблема в том, что я не знаю, какая кнопка у меня включает нырок. Будем выяснять. Сегодня будем заниматься, по сути, вот этими все... Добавочными частями испытаний. Ну, ничего в этом сложного, конечно, и странного я не наблюдаю. Отлично. Сейчас доедем до зоны, где мы с вами... Во-первых, заберём первое послание. Там же, помните, без крюка не пролезешь. Вот он как раз-таки у нас здесь. Проходик. Лара, давай сориентируемся. Сориентируемся. Отлично. Так, и вот нас сюда. Вот и добрались. Можно послушать. Остался я один. Остальные бестелесными духами бродят по долине. Они уже больше не люди. Они носят знакомые обличия, зовут на помощь голосами моих мёртвых друзей, но я не верю их лжи. Благодаря мечу я держу их на расстоянии, и усмиряю тех, кто никак не хочет замолкнуть. Я пытался вывести людей в безопасное место. Правда, пытался. Но кто-то завалил туннели, ведущие в город. Осознав, что выхода больше нет, мы набросились друг на друга. Где-то на скале сидит безумец луком и отстреливает птиц, которых я отправляю с записками о помощи. Призраки возвращаются. Их слишком много. Никто не уйдёт из этой долины живым. Может, оно и к лучшему. Пусть эти мои последние слова послужат предостережением. Перевожу. Инфекционная болезнь, вызванная поражениями спорами. Китишградцы заблокировали сюда зону. Всех, кто находится там, оставили помирать. Вот тебе и пророк. Вот тебе и святоша. Да, Яков? Остался я один. А, извиняюсь, не знаю. Камера. В общем, Яков та ещё... Манда. Как оказалось. Давай, залезай, Лара. Яков та ещё Манда. Вместо того, чтобы разработать лекарства... Яков, Яков, лезь. Я надеюсь, что от этого не пострадал. Я почему-то... Минуточку. Давай, Лара, залезай. У меня такое ощущение, будто кто-то сейчас не пытался названивать. А, да, кстати. Ну, под конец я прочитаю комментарии ваши, конечно, естественно, ребят. Потому что... Сейчас пошли комментарии. Я теперь понимаю, почему меня разгрыкнуло. У меня телефон начал сейчас принимать ваши комментарии. Но сегодня, в воскресенье, я записываю. Ещё не знаю, наверное, возможно, сегодня у нас даже с календаром не получится. Если Лара будет затягиваться. Ну, разберёмся. Потому что... Всё, ничего, надо быть по делам, наверное, сейчас съездить в одно местечко. Так. У нас с вами ещё осталась вот эта гребаная головоломка. Давай, Ларыч. А-а-а! Ладно. Можно как-то по-другому сроку туда забраться, кстати, опять же, срок говоря. Всё же может быть, но всё же зарастает. Так, ты тут не залезай, да? Давай, Лара. Вперёд, вперёд. Брасом, бросом, бросом. Залезай ты уже. Просто я хочу зачистить эту зону целиком, чтобы вообще мне просто по ней не зрели больше с ума. Сами понимаете. Зона бешеная немножко. А может здесь, кстати, с кроком получится? Давайте попробуем. Чему, собственно говоря, нет. Да, здесь вот эти платформы, они нам дают очень много проблем. Но с другой стороны. Что мешает мне сейчас просто воспользоваться крюком? Или ещё лучше? Может где-то здесь есть возможность натыкать все эти чертовщины? Не-не-не-не-не, держись! Ах, кровь. Ладно, наверх. Просто я хотел сразу попасть туда, но... Не дала на систему, сказала. Не готов ты ещё для такого. Для скерби готов. Маленький ты ещё. А я ведь не маленький. Всё стоит. Всё на местах. Проблемы со стряком нет. Надо начать вот эти платформы всё-таки поднять, как мы с нами в прошлый раз делали. Так, это у нас есть. И вот так вот проскакать по ним. Проблема в том, что это время. Время и позволительная роскошь. Замедлить бы всё вот это как-нибудь бы. Давай-давай-давай-давай-давай. Да почему ты не цепляешься? Всё. Надо с этим заканчивать. В общем, ребят, игра мне говорит, не бедать тебе того. Ладно, не будет бедать. Не будем бедать, значит. Потом заберём, будет ещё по возможности. Мы сейчас отправимся с вами в долину. Будем сейчас заниматься изучением всякой херни. А под херни, я понимаю, остатки. Смотрите, нам просто... Почему я на рамку нажимаю постоянно? Нам остаётся здесь только вот. Вот. Только один документ. Но я до него добраться просто физически не могу. Может, там есть какой-то лайфхак, который я просто не понимаю. Или может, что-то не то. Может, на скорость, может, на тайминг. Не знаю. Может, я один как-нибудь запишу, если будет возможность. Надюш, как тебе тут дела? Что делаешь? Пишешь? Общаешься? Она даже что-то говорить не хочет. Ладно, отправляемся. Давай без акми. О, он сказал уже что-то есть. Сто лет. Это полуавтомат там только. А здесь это недоступно, да? Только у полуавтоматов. Подожди, а это не полуавтомат у меня, что ли? Ну, ладно. Не будем лезть. Уже полуавтоматические настройки. Отправляемся. Сейчас мы отправимся в геотермальную долину. Геотермашку. Так, где она у нас тут? Вот она. Отправляемся в геотермальную долину. Я нашел вот такую карту, где находятся все наши мишени. Так, давайте сразу определять. Я сразу покажу, где она находится. Вот здесь одна из первых мишеней была. Здесь мы ее убрали, это я помню. Вторая была у медведя. Мы ее убрали. Не может быть. Тебя там быть не должно. Я там смотрел. Так, одна мишень. Говорят, что находится вот здесь. Так, в городе было две мишени, но мы их обе вот здесь и здесь убрали. Это я помню. Одна находилась под мостом. Это я ее помню. Убирали. Здесь была еще одна мишень. Мы ее тоже снимали. Стоп. Подождите. Стоп, 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 стоп. Вот здесь две мишени. Вот тут две. Оказывается. Ну, быть того не может. Так, стоп. Одну я точно вот здесь снимал. Получается, оставшиеся две мишени находились все это время в городе? Ну, пошли. Погнали. Погнали. Итак. Значит, говорите, одна мишень где-то вот здесь. Ты серьезно была все это время здесь? Нет, я, конечно, понимал, что они все где-то, может быть, в городе, в теории. Все-таки логично. Молодня. Испытание пройдено. Это было последнее, что ли, еще? Она была все время здесь. И это был самый последний мишень в самом начале. Ладно, ребят, но это, если что, еще не самый повод для бомбежа. Знаете почему? Какой самый настоящий повод для бомбежа? О, я вам сейчас скажу. Я даже его сейчас покажу. Мы сейчас еще в одно местечко отправимся, но предварительно... Так, где у нас ближайшие прыжки хорошие? У нас есть три зоны с прыжками. Три зоны с прыжками. И Ларе нужно научиться как-то прыгать. Я не знаю, как она будет прыгать, но надо ее как-то заставить прыгнуть нормально. В этом проблема. Кстати, здесь наникальные какие-нибудь ресурсы. Там потрошечным еще валяются. Надо посмотреть. Есть вот одна верхушка, но надо тут добираться очень долго, каждый раз муторно. Поэтому нужно сначала разобраться, как нам с вами прыгнуть правильно. Так, давай-ка вот здесь мы с тобой спустимся аккуратненько. Молодец. Здесь есть несколько зон с прыжками. Это тоже, как крути, атрибутика дополнительная, которая нам полезна будет. То есть сегодня мы, по сути, выполняем вот эти вот локации. Так. Она где-то вон там у входа. Вон там будем сейчас ее проверять. Хотя, в принципе, вон там вдалеке была еще одна вышка, до которой просто вот добираться очень легко. Давайте там, наверное. Может, еще найдем еще одну какую-нибудь полезную. Я не возражаю. Привет. Кролик. Кролик с нами бежит. Давай, кролики-птицы. Вара кровь покоряет небеса. О, я олени не спугнул. Да и ладно, тут все равно рэзит обидает. Покушает зато. Так, где-то здесь был прыжковый трамплин. Вот он. Здесь просто очень легко научиться этому заразу. И у нас проблем в теории не возникнет, если я все сделаю грамотно. Лара, отпусти, пожалуйста. Спасибо. Так. Где-то выше. Ага. Залезаем и пробуем. Здесь нужно сделать такой прыжок, чтобы Лара прыгнула как бы ласточкой. Как бы ласточка она прыгнула. Если все получится у нас, то это прекрасно. Кстати, такая хорошая графика. Мне реально нравится. Она очень красиво смотрится. Ну и как мне прыгать? Может, здесь есть, кстати, инструкции. Может, в инструкциях реально посмотреть. Так. Бой, обход, препятствий. Нырок. Спрыгните с нависающей на одной платформе. Находясь в воздухе, быстро нажмите правую кнопку. В общем, здесь есть инструкция, оказывается. Буквально взываемая. А я на нее не реагировал. Гениально. Вот так оно и работает. Ладно. Тут еще ближе. Значит, с этим разобрались. Следующий находится вот на той башне. Потом пойдем туда. Потом отправимся наверх. А потом отправимся заниматься тыкоми. Да. А, самое сладкое я оставил напоследок. Бомбеж будет эпических масштабов. Так что, запасаемся попкорном. Кстати, если не будете его жарить особо в масле и с сахаром поливать, то это будет, по сути, диетический продукт. Вот такой образовательный контент у нас. Так, а где нырковая зона там? Я не совсем понимаю. О! От кабаневого мяса я бы не отказался. Это я заберу. Нет, ну не бросать же мне дело. Хорошее мясо, в конце концов. Логично, логично. Пусть будет. Полежит. Повялится у нас. А мы тем самым его немножко облагородим. Пока с саду прыгаем. Кстати, интересно. Как местные воды влияют на вкус всего остального? Плюс, здесь где-то находится якобы испытание, которое я должен якобы сделать. Он вернулся из башни. Прошлой ночью пришел с Яковом. Еще не в себе, но ран нет. Чудо, что стольким удалось выбрать. И за это опять надо благодарить Лару. Нас благодарят. Нас благодарят. Нас благодарят. Наконец-то нас признали. Ладыщицы морской здешний. Так, это костерочек. Это не то, что нам пока нужно. Здесь есть союзник, который дает мне задание. Проблема в том, что я не знаю, где этот союзник находится. Но это черт с ним. Вот где он? Вот скажи, вот где этот... Где? Вот где он? Вот скажите мне, где этот союзник? Они говорят, что он буквально поблизости. Поблизости где? Союзничек, ты где? Я тебя не вижу. Покажись. Так это ты пришла с Яковом? У меня к тебе просьба. А сказать, что, эй, я тут, в грёбаной хижине, наверху, в закрытом пространстве. Ты меня здесь не увидишь. Поднимись по дереву. Не могла? Вот, народ, что с вами такое? Можете хоть сразу позади? Вот сюда иди, сюда заходи. Ищи, искать тебе пришлось. Я тебя ищу уже 10 эпизодов. Как минимум. Чем я могу помочь? Яков рассказывал, ты отличный исследователь. Допустим. В долине есть ещё старые потайные места. Гробницы. Ты, наверное, видела охранные знаки, помещенные туда, чтобы отпугивать детей? Не работает. Это отнюдь не суеверие. В этих местах опасно. Там хранятся остатки нашей былой славы. Не только безделушки, но и знания. И золото. Сейчас нам эти знания нужны, как никогда. Лет 10 назад я бы и сама отправилась, но теперь мне нужны твои навыки. Да всё открыто. Разведчики говорят, что ты уже побывала в одной из древних гробниц. Расскажешь, что ты там видела? Да пожалуйста. Эти знания принадлежат твоему народу. Вот. У меня есть немного старинных монет. Если ты ценишь золото, я отдам по одной за каждый найденный тобой секрет. Я сделал её задание, но она не хотела сказать, где она. А ещё говорили, что ты так вот ищешь, что ты ищешь эти гробницы, лазаешь, прокачиваешь себя. Во! Ради всё этой намочки, которую я только впервые в жизни увидел. Ты была права. В гробницах были спрятаны ценные секреты. Поверить не могу. Как много мы утратили. Ага. Но снова обретём. Вот, держи. Монеты мне больше не пригодятся. Да и небольшая это плата за знания. И сурдаешь. Зато пригодятся мне. 300-3000 кредитов. Ну, спасибо. Что, монет? Ладно, плата хорошая. Но она всё равно не компенсирует мои время затраты. На вас, дамочка. Так. Здесь где-то... Помнится, была платформа... А! Вот она, платформа для прыжка. Ладно, отпусти. Нам туда надо. Нам надо туда. Придётся здесь опять. Как по старинке. Ну, вспомним былое. Ну, вы же знаете. Вспомним былое, да? Давай, Лара. Кстати, сколько у нас там времени? Я просто стараюсь по тайме работать. У нас ещё 21 минута. Прекрасно. Просто стараюсь по тайме работать, чтобы у нас более-менее уходило. Но этот эпизод террора у нас выйдет на 41-42 минуты. Большой эпизод будет, конечно. Ну, а может быть и быстрее. Сегодня мы пока работаем чисто с вот этими доп-заданиями. Ну, и собираем материалы. А следующий эпизод у нас пройдёт в Ките же. Это неспроста. Если кто не знает, что это за Нам-8, у меня на Злотусе есть 6 кнопочек. И каждый я пронумировал на Нам-падовской клавиатуру. Это очень удобно. Вот реально, вот все, кто говорят, что иметь мышку с несколькими кнопками, это... Зачем это морочно? Наоборот, это очень удобно, если у вас палец большой, хорошо проработанный. Кстати, это отличная тренировка большого пальца. Девушкам понравится, если вы его используете в нужных местах. Так, отлично, молодец. Так, залезаем. Так. Держимся, держимся. Она внизу! А я наверх, Лара, отпускай-ка. Она внизу, эта гребаная платформа. А, подождите, мне сюда... А! А, мне сюда и нужно было так идти, ясно. А тут что у нас? Так, и получается... Так, чтобы не скосячить. Правая кнопка мыши, да? Ласточка не получилась. А должна была получиться. А почему не получилось? Она почему-то, знаете, она просто сгруппировалась почему-то. То есть, я не знаю, относится ли это к прыжку. Ладно, мы знаем, где находится этот прыжок. Следующий будет самый легкий, он самый низкий просто, по своей натуре. Ладно, идемте наверх. Что? А, ну это и есть. Придется оббежать, но это недолго, это недолго. Это недолго? Проблема таких прыжков, знаете, в чем? Что ты не можешь сразу понять, что тебе здесь надо. Брат, почему-то она решила прыгать ногами вперед. Привет. 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 Какие-то ружелёбы. Вот реально здесь общительный народ. Не то, что в городских условиях. Не стану отрицать, я стараюсь не здороваться. Но, порой люди все такие закрытые, скомкнутые. Ну, в общем, ну, вот совсем для общения, будто созданы они. Давай, забирайся, Илара. Так, лезем, лезем, лезем. Может, мышка, наверное, не среагировала, как вариант. Бывает такое? Ведь, заметьте, как же хорошо. Вот раньше, вот делали же нормальные игры. Ну, я имею в виду, с хорошим сюжетом по отношению к... Ну, к адекватности. Отпусти, пожалуйста. Я сказал, отпусти, а не залезай. Вот так вот. То есть. Угу. Во. Как холодно. Да нормально. Это Сибирь, привыкай. Что я говорю, привыкать. Ты уже давно должна была адаптироваться, акклиматизироваться. Просто по логике Она здесь как минимум уже дня три Ну, с ее Логики выживания По факту игрового прохождения Так она вообще здесь у меня уже Дней так 30 Месяц, что топтировалась бы Ну, если учитывая, что каждый стрим Это один день для нее А нет, больше 40 У нас с вами У нас 43 эпизод Это 43 эпизод идет по счету Так Вот здесь где-то наверху должна быть платформа для прыжка Ага, вот она Ну что? Прыгнем в водопады О, какая красота Это я принц крыльт Слишком красиво Так И остался последний прыжок Последний прыжок Он на горе Ну, мы до тут добежим До тут добежим Это мне проще, чем Устраивать Прямо в анал А он если не бегал Я бы в сердечко тебе выстрелил бы А так, вот смотрите Он буквально получил заднюю В анал стрелу Сам виноват Не ко мне претензии Не ко мне Сам виноват олень Так, мы добежали Мы добежали с вами Это костерочек Мы им потом воспользуемся А может, нет Несу скорее воспользуемся Вот этот трамплинчик Прямо у входа в китиш Красота, да? Здесь, кстати, здесь реально очень красиво Лара, дай-ка я займу какую-нибудь позицию Чтоб тебя не было видно Чтоб вот здесь Можно было бы отснять Хороший кадр с китишем Ох Вот это идеальный кадр Вы посмотрите С одной стороны Свет Прекрасно ложится Туман Утренняя заря, да? А вы мне говорите Прыгай уже, зараза Нам тыкву еще делать Да? Знаю, знаю, знаю Ладно, ладно Нет Это не то, Лара Ладно Сделаем еще пробежку Видимо, игра так и говорит Нетушки, запусть Белка Видимо, игра так и говорит Нетушки, запиши Как ты поднимаешься В эту гребаную гору Хотя, с точки Вот я на сегодняшний Бешусь По пункту этих мишеней Но не переживайте, ребят Мишени Это еще не то Это не самое такое Бесячее Не самое бесячее испытание Самое бесячее испытание Еще впереди Вот эти там Самые тыквы Они самые бесячие Когда вы поймете Что с ними делать Ооо Но место наше Это правильное для них Там не то, что тыквы Тыквы бесячие Да Крофт Ооо Попытка Пять тысяч семьсот тридцать два Попытка Вышла успешно Испытание пройдено Я, конечно, не Томас Эдисон Но Похлопаем 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 Сарказмом Медленно, но сарказмом Потому что что это за испытание Если У вас грабанная даже Адекватная реакция На мышь нету И Ребят, я не шучу Я именно столько попыток И сделал А, я наверно в этом случае Обрежу Так У нас еще с вами Осталось Что? Эээ Тыквы Нам тыквы остались Сейчас тогда мы К ним туда и отправимся Привет Привет Ай, сейчас же Нужна церемония Лара Крофт Мы доверяем тебе Многие из нас Работали в шахтах красных Даже когда мы Прогнали врага Люди продолжали умирать От странной болезни Мы слышали о твоих деяниях У старой башни Пожалуй Не просто так Ты оказалась в долине Случайностей не бывает Так Мы нашли Покойного мастера Угуэ из кунг-фу панды Мистер Угуэ не знал Что вы теперь стали русским Добро пожаловать Добро пожаловать Как говорится В национальное безумие Ладно Отправляемся Дальше Так Значит Самый короткий путь До Местного лагеря Это вот здесь нам проходить Вперед Лара Погнали Вот так Вперед Погнали Лара Ой 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 Ну Не решил же я прыгать Как сумасшедший Тарзан Вот так вот покойненько. Интересно, парни здесь ещё или? Нет, пропали. Это, видимо, был последний состав, я так понимаю, у Якова. В общем, оставалось здесь парочка парней. Какой-то прошлый раз мы ходили здесь. Просто гуляли и всё. Больше никого нет. В общем, возвращаемся к теории тыков. Я почитал, по гайдам, что с этими тыквами надо делать. И вы сейчас будете прямо ржать. А я беситься. Но в среднем будет весело. По палате. Надо Этими тыквами Попадать В некие бочки. Как я понял. Но нужно понять В какие именно бочки. Ты Тыкву возьми. И давайте искать. Они На картах как бы тыквы обозначены. Но не сами бочки. А мне бочка нужна какая-то. Открытая Давайте поищем. Должна быть какая-то большая Бочка Открытая Желательно, чтобы в неё можно было закинуть тыкву. Вот Стоит какая-то бочка. Не знаю, засчитается это или не засчитается на неё. Хоть попал. Хоть попал. Так Вот Вверх Так Ладно. Здесь Должна быть бочка Которую Нужно закинуть тыкву. Бочек здесь Да Чертища Но Вот Может это конечно Это не сами бочки Нет Вот это отображено А Подождите Там есть одна большая ешка посередине Может быть Бочка всё время там стоит Я на неё не смотрел Ну-ка Ну конечно Ну естественно Вот Оооо Только не говорите мне что Мне надо бросать Туда Вот они где Вот что это за бочки Как я должен в них попадать? Ладно допустим Так Ясно Надеюсь запас здесь бесконечный Оооо Оооо И мне нужно ухитриться попадать Вот, кстати, теперь я знаю Что вот это было Помните, я в прошлый раз думал Там что-то сжигать надо И оказалось все проще Оказалось все проще Да, не воскрешай Здесь было 4 штуки, а потом она Возвращается Так, вот, вижу Только вот надо как-то умудриться Залезть Они тут расставили Здесь все вот эти вот капканы А мне потом думают Как вот в эти гребедные бочки попадать Так, ну допустим Вот давайте вот Там попробуем Так Попал Ну вот видите, они постоянно возобновляются Всегда минимум 4 штуки Это хорошо Причем, как я должен был догадаться Что мне нужно именно по каким-то бочкам их кидать Вот чего я вот Вот Я не мог никогда этого догадаться Вот без гайда я бы здесь не догадался бы Ну черт, вот эти тыкви меня настолько вымесили в свое время Что по-другому ну никак уже было нельзя Попробую на авось Попал Так И по сцене где-то вон там еще по-моему было Если верить Этому делу Вот Они как бы помечаются Эти ты бочки Раз, два, три, четыре Пятая где-то вот здесь должна быть Сбок, по-моему Типа она так зарыта Что я ее не наблюдаю Так, смотрим Вот это Первая Те две, вторая А, пятая Вот она где Вот она где Вот здесь она Мы ее не увидим Потому что она Запрятана вот здесь Она где-то вот здесь Ты ее не видишь Но она есть Понимаешь? Ты ее не видишь А она есть Ее сейчас прямо надо Вот Эту бочку прямо надо Нащупать Вот она, видите? Испытание пройдено Две тысячи кредитов Метание тыкв Вот, пожалуйста, испытание Ларри Крофт Ларри Крофт Исоединится гробниц Которые не могут даже Нормально испытание написать А ты ладовов Классик Я еще Готов Принять Тот факт Что тут так как бы Дреди, загадки И все прятались И все сокровищи прятались Это все Все запрятанное Теперь ничего находить не надо Это норма Это норма Но тут-то Но здесь-то Ну серьезно Конечно Это тут, конечно, реально Выбешивает Так, мы здесь все сделали? Все? В абсолюте? Точно? Какую-то фреску я не нашел Да ладно Я фреску не нашел Быть того не может Ну давайте Давай еще фреску поищем Я сейчас на это посмотрю Вообще я удивлен Я вроде Я вроде думал Что я все фрески здесь нашел Даже немножко Даже немножко смущен Сейчас найдем Подождите Фреска Фреска Три штуки Три из четырех А где последняя? Теория бы, наверное, сказал бы Где-то вот здесь Наверное, так оно, скорее всего, и будет Но Я сейчас гляну Реально Я прямо при вас это делаю То есть я не скрываю этого факта Что я смотрю Так Да ладно Она здесь? Просто говорят Вот просто системка говорит Что Вот здесь Находится последняя фреска Потому что я вижу Остальные Но вот номер четыре Вот здесь А здесь ничего не стоит Давайте взглянем Так Нам получается Надо тогда отправиться В базовый лагерь А как быстро Метод спуститься А, в принципе, мы можем сейчас Да тут Пешочком дойти А тут Пешочком, в принципе, несложно дойти Давайте Вблизи Пароход должен быть у нас Наверх Сейчас мы тут сбоку Выйдем В зону берегушек И пройдем И никаких проблем Только Мне вот сюда Как бы надобно Вот сюда Вот сюда Мне нужно попасть Так Идем в правильное направление Вперед Лара Ага Вот и дорога Наверное Вот и дорога Вот и дороженька Наша Только я опять не туда Опять не туда Сверху Один Нужно в другое направление Мне нужно Третье направление Вот Походу вот это Да Но это ведет меня сюда Мне нужно Вот сюда Мне нужно Пьяку И ко всем остальным По всему этому Болочкам О Вот оно Все наше Болочкам Все у нас Приятненько И прижименько Все хорошо Вообще Странно что Фреск Кстати Фреск я так полагаю У этой же Торговки Здрасте Это еще Ну-ка А тут что у нас такое Немного Необычно Ну-ка Ларс Залезай-ка Пожалуйста Мне сейчас Рядо Любопытно Стало Я знаю Фреска Фреска Это какой-то Новый путь Бился И мне немножко Стало любопытно Она как-то Видимо Здесь должна Зацепиться За нее Ну-ка И там Она проходит Сюда Куда-то Вот сюда То есть По этому Пути То есть Здесь Идет Срыв В другую Зону То есть Она как бы Сюда А это Сюда То есть Я нашел Обходняк Ясно Походу По нему и надо было выходить А я по воде пошел Нет Ну Допустим Допустим Не скрываю Не отрицаю Все возможно Так Значит Они говорят Так Где-то Вот в этом направлении В этом секторе Подразделений Находится Фреска Тайная Дамочка Бывшая У вас Видя здесь Последователи Пророка Бежали Но на них Напали В Сирии Да Все правильно Ладно Давайте Смотрим Быстренько Все ли теперь Да Здесь Все Сирийский Вопрос Закрыт Акрополь Ну Мы его полностью Закрыли Еще с вами Тогда Это хорошо Так Затопленный архив Стопроцентный Путь бессмертных Стопроцентный Затерный город А 84 Мы еще там пока проходим Планетарий Стопроцентно Заброшенные шахты Стопроцентно Дали до греха Там остался документ Это мы заберем Но не сегодня Научная станция 88% А Да Вот эти Чисто два кейсика Давайте заберем Нам все равно не хватает Инструментов Туда тоже отправимся Ладно Допустим Научная станция Заберем Советская база Там пусто Сибири И вершины горы Сто процентов Сирия Из одного Которого я не могу Забрать Там не хватает Помните Что случилось С Сирией Я помню Кстати Заодно нам Отличный повод Заодно прокачать Одну очку А то что Сидим без дела Не годится Не годится Давайте отправляемся Где у нас Включить нитку Походим Пособираем Все это дело А че ты до ласточки Не прыгаешь Вода Каменная Внизу Давай Ладно Серьезно Навыки Давайте смотреть Сразу Что возьмем Санитар Полезный Навык Бесшубная Охотница Стальные Нервы Главное Прицеливание Санитар Какой Позволяет Быстро Бинтовать Раны Данный Эффект Действует Совмест С науком Беру Санитара Берем Санитара Потому что Сейчас Враки Стали жесткими Зачем мне Медленное Прицеливание Если мне Нужно Совершенно Другое Сейчас Абсолютно Другое Логично Так По оружию Что там У нас В блоках Что-то Есть На прокачку Но Это Скорее Всего Обычная Поэтому Не Суемся Быстро Переход И Отправляемся На научную Станцию В Сибирь Нам Вот сюда Надо Потому что Сюда И сюда Сходить Быстро Заберем Два Материала И готов Итак Мист Давайте Выявлять Последний Оплоты Местной Красоты Одна Находится Здесь Другая Здесь Внизу А я Сначала За нижней Потому что Я не хочу Плавать Подо льдом По сотни Раз Подряд То есть У меня А Не Поход Есть Ну Давайте Подо льдом Поплаваем Ладно Подо льдом Поплаваем В принципе Взять Проплыть Потом Вниз Сходить И там Все нормально Будет В следующий раз Отправлюсь По-тихому В фетиш И Будет Сына Так Где Тут Сближайш Ну Здесь Вроде Никого Живых Не должно Было Оставаться Так что Проблема На Миндек Не Должна А я Вроде Доходил Не Бегал Не Не А Более Далеко Нет Бумага Нет Чтобы Закрыть Карту Я Судово Что Сделаю Жалко Что Сирии Вот так И Получилось Сирии Ты помнишь Сиры? Я помню Сиры. И это мне прямо мозолит всё это дело. Кстати, я помню, на константину, может, здесь не забываются, чтобы всё-таки не забываются. Так, не забывайся. Я истребила, что ли, и всех здесь, да ладно? Так, последние остались. Это где? Вот в сведении с самого начала. Ну ладно, пройдёмся, погуляемся, посмотрим. Не впервые нам, как говорится. Зараза-то какая! Нет, это тебе не повезло, детка! Ладно, что-то висело под конец. Что-то висело под конец, я даже удивлён. Става засчиталась, става засчиталась. Ладно. Так. Так, о, а второй помер. Отлично. Да, выпад обстрелом из лука. Ну давай, ложи этому конец. Единственное попыто. Чему там положи конец? А я по них спрятал. Куда они все поддевались? А, вот они где. А, вот они где все. Разбираю. Вот где они все отдыхают. Так. Так, отлично. Все взяли, все готово, все есть. Идем вниз. О, тут мо... А, тут мост встать. А-а-а. А я его, видимо, и видел раньше. Да, когда я ходил? Он зашел по другой стороне, поэтому и забить. Вот, все, нашли. Вот, нашли, выбрались и хорошо. Я же вроде... А, а ты взорвана. Я думал, чего она мне взорвана? Она взорвана. Просто она... Просто корпус. Корпус просто остыл. Корпус остыл, понимаете? И вот такая вот ситуация. Давайте теперь... Возвращаться на... Круги Своя. Мы с вами там, внизу, по-моему, я помню, проходили. Да. Просто мы с вами в другой зоне сейчас идем. Все открыто, все приоткрыто. У нас тоже. Только патронов галяется, что в соцел. Видимо, было несколько путей заходов, и... Не все они были не открыты. Но, в другой стороне, это хорошо. Теперь есть такие вот пути, мы можем там проходить, никаких проблем нет. Все приятно, все компактно. Все чисто, все... Что-то открыто. Так. Это я возьму. Нет, ну а что, потратил стрелы? Взял стрелы? Все нормально, все хорошо. Так. Что ж, ребят? Давайте тогда на этом с вами на сегодня закончим. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее... До собирания всего лутинга. Кроме бабы Егитом осталось последнее. Но мы ее заберем, я говорю. Все, мы ее заберем. Ну а с вами был Вескар, я был Атальчинкс. Всем до скорой встречи, всем пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok